На совещании с краевыми органами исполнительной власти, которая состоялась в начале недели, губернатор Приморского края Олег Кожемяка поручил детально разобраться с отключениями от коммунальных услуг, превышающими 4 часа. В дни новогодних праздников самые продолжительные отключения от тепла, воды и света от 9 до 25 часов были в Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Артеме. Из-за повреждения оборудования на подстанции шахты 7, 6 января тысячи артемовцев остались без электроснабжения. Отметим, что за подстанцию шахта 7, где произошла авария, отвечает акционерное общество ДРСК, силами которой устранялись последствия аварии. обнаружено отключение трансформатора Т1. В тот момент, когда дежурный персонал осматривал причины отключения Т1, отключился второй трансформатор. В итоге произошло погашение полностью подстанции шахты 7. От электроэнергии были отключены жители 137 многоквартирных жилых домов, 560 домов частного сектора. Это жители 4-го микрорайона, улиц Ульяновская, Севастопольская, Ватутина, Заречная, Симферопольская, Светлогорская, Мурманская, Уткинская и прилегающего частного сектора. Эта авария вызвала не просто отсутствие электроснабжения 8 тысяч населения, нет. У нас без электроснабжения в самый пик находилось 18 тысяч населения без электроснабжения. Просто частично объекты жизнеобеспечения, это насосные, котельные, объекты, например, роддом, больница и такие социально значимые объекты по возможности были переключены на другие федера, чтобы они были по максимуму подключены к электроснабжению в минимальные сроки. Когда было устранено на большом напряжении аварийная ситуация, работали уже бригады Артемовской электросети. Они производили именно само переключение, набор нагрузок как бы. Вот с федеров подключали объекты сами, чтобы было свет. Понятно, что в каких-то домах, в каких-то объектах появлялось, что свет появится через полчаса снова. Почему? Потому что подключили объекты, люди, истосковавшись как бы по свету, начинали по максимуму включать все, что можно. И автоматика снова выключала эту нагрузочку. Пока энергетики пытались устранить аварию на подстанции, местные власти держали ситуацию под контролем и принимали необходимые меры. Два совещания проведены 6 и 7 января по этому вопросу в администрации. Был на месте и исполняющий главы города, и я была к этому управлению, и дежурные по городу. То есть все управляющие компании задействованы, были ресурсоснабжающие. То есть организация была на высоком уровне и очень четко все работали. Но повлиять на человеческий фактор очень сложно. Поэтому обращение к жителям, если можно, что в случае, когда отключение происходит, вот такие аварийные, подключают, ну не включайте сразу все, что можно. Ну понятно, что холодильник, там телевизоры, свет, да, включили. Потерпите, не включайте сразу же и машинки, и все-все-все, чтобы нагрузочка постепенно, провода вошли, нагрелись, смогли, чтобы не было вот этих дополнительных бригад заново выезда, времени тратим. Авария была ликвидирована в минимально короткие сроки. Это при тех повреждениях, которые были, то есть считаю, что отработали оперативно. Связь у нас была организована и с администрацией Тёмовского городского округа, и с прокуратурой, и со всеми ответственными лицами, которые отвечают за, так сказать, электроустановки потребителя. О причинах энергоаварии пока не говорят. Это станет известно после расследования специальной комиссии. Прогнозировать подобные ситуации не может никто. Поэтому, чтобы пережить их более комфортно, гражданам рекомендуют всегда иметь в хозяйстве свечи, фонари и портативные газовые плиты. Анжела Галышина, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости.